Как видим, горячо продолжается все и обсудим последние новости и ситуацию на фронте с нашим гостем. Сергей Грабский, полковник запаса, участник миротворческих миссий в Ираке и Косово с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Сергей Маратович, приветствуем вас. Доброе утро, студия Ратан Сидич. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время говорят о том, что оккупационные войска сейчас усиливают свое воздействие огневое на Донецком направлении, на Восточном направлении, чтобы отвлечь украинские силы от южного направления. Согласны ли вы с этим? У вас какая информация? Я частично с этим согласен, можно сказать. Почему они усиливают или поддерживают на том же уровне обстрелы, использование артиллерии и других видов огня, они это компенсируют тем, что интенсивность атаки механизированных подразделений российской армии несколько ослаблена в связи с тем, что просто ощущается тривиальный недостаток пехоты. Поэтому огонь нарастает, то есть для того, чтобы поддерживать тот же градус конфликта, они переходят к такой тактике, то есть усиление огневого воздействия при одновременном объективном уменьшении интенсивности атак на земле, что подчеркивает в том числе и коллеги, которые находятся сейчас на линии боевого соприкосновения. Насколько это отвлекает их от южного направления, это может нас, вернее, отвлечь от южного направления, но не сильно, потому что мы ведем такое же огневое воздействие именно на херсонском направлении, на северотворическом направлении, что позволяет нам балансировать в данной ситуации. Поэтому частично могу согласиться с тем, что они пытаются нас отвлечь, но в всяком случае, знаете, в таком контексте можно еще привести и демонстрационные действия российских войск Черниговской и Сумской области, атаки на Харьковском направлении, что тоже может служить таким средством отвлечения нас от основного на сегодняшний день южного направления. Сергей Маратович, а как бы вы оценили достижения военных оккупационных войск за последний, ну скажем, месяц? Ну, знаете, они минимальные, и это признают, в общем-то, все, потому что любые источники, которые вы можете найти, подтверждают, что противник не достиг и не выполнил ни одной своей задачи, которая ставилась перед ними. Это касается и продолжения наступления, о котором они говорят, на донбасском направлении, максимальный темп наступления, вернее, не максимальный, а общее продвижение противника за месяц активных боевых действий состояло порядка 10 километров, что не может считаться каким-либо успехом, потому что это, по сути, свои тактические передвижения, и не только, и только, вернее. Мы говорим о том, что противник не выполнил своих задач на Херсонском направлении, то есть понимая важность для него продвижения в район Николаева и в район Кривого Рога, вместе с тем мы сейчас не видим таких активных действий. Да, были попытки прорваться или продвинуться в сторону Николаева от Снегуривки, но, в общем-то, безуспешные или частичные. Противник пытался нас вытолкнуть с Ингулецкого плацдарма, тоже ему это не удалось, хотя Давидов Брод, он все-таки сумел у нас отбить, что несколько усложнило наши задачи. Но вместе с тем такой интересный факт, о котором сейчас много пишут, что противник переводит командные пункты с правого берега на левый, по моему мнению свидетельствует, ну, хотелось бы, конечно, чтобы они боялись и убегали, но с точки зрения военного планирования это свидетельствует о том, что противник рассматривает как основную задачу именно удержание этого плацдарма, то есть речь не идет о каких-то активных наступательных боевых действиях, действиях вследствие уничтожения линий коммуникаций, то есть уничтожения всех переправ через Днепр, которые не дают возможность противнику и сосредотачиваться, и осуществлять маневры на правом берегу Днепра. Вот, кстати, вчера и сегодня ночью снова украинские войска нанесли удары по мостам и переправам через Днепр как раз в том регионе, Херсон, Новая Каховка. Как это отразится на театре боевых действий? Ну, это то, о чем я, в общем-то, и говорю, что на сегодняшний день мы говорим о том, что противник как бы очень ограничен, пока еще не очень, но ограничен, и начинает испытывать определенные трудности в снабжении войск. А сами понимаем, в таком случае он не может использовать свое преимущество в количественном составе артиллерии и танков, потому что артиллерия не стреляет в танки и не могут ехать, то есть оно превращается в кучу железа, что позволяет нам как бы более широко использовать эти возможности, то есть уже действовать маневренными своими действиями. В общем-то, поэтому мы сосредотачиваем огонь как бы и на переправах, ну и вместе с тем ведется огонь по другим направлениям, и для выполнения задач по уничтожению именно базов, складов, пунктов управления противника, эта работа ведется безостановочно. Сергей, я уточню, чтобы вот этот блок вопросов закрыть, насколько большая группировка войск противника сосредоточена вот в том районе и может быть отрезана от основной, которая находится на другом берегу Днепра? Ну, знаете, здесь информация очень разнится, потому что мы должны понимать всю динамику боевых действий, то есть на сегодняшний день мы говорим примерно о 20-25 тысячах войск противника, которые находятся на правом берегу Днепра. Насколько эти цифры объективны, можно относиться к ним по-разному, ну, можно применять, в общем-то, как действительные цифры. Но в случае, если мосты будут разрушены полностью, они действительно окажутся в безвыходной ситуации или нет? Ну, они уже как бы оказались практически в безвыходной ситуации, понимаете, в чем дело? Мосты уничтожить очень сложно, тем более, если мы говорим о Новокаховской дамбе или комплекте, о том гидротехническом сооружении, которое там находится, уничтожить его нельзя. Мы не можем допустить экологическую катастрофу на том направлении, поэтому речь не идет о физическом уничтожении этих всех объектов, речь идет о том, что эти объекты невозможно будет в короткостроковой перспективе использовать для военных целей. И, собственно, мы уже имеем эту ситуацию, когда вследствие, я бы сказал, перфорирования дорожного покрытия на этих мостах, использование этих объектов в полном масштабе исключается. То есть пешком можно перейти на тот берег, но говорить о перемещении каких-то вменяемых объемов вооружения или боевой техники на сегодняшний день уже невозможно. И ни понтонные переправы, ни паромные переправы, которые партийник пытается там организовать, эту задачу выполнить и компенсировать не смогут. Сергей Маратович, последний вопрос, если позволите. Ранее появлялось сообщение, в том числе и западные союзники Украины передавали эту информацию о том, что россияне стягивают максимальное количество различных спецсредств к Антоновскому мосту. Это и отражатели сигнала, и средства противоракетной обороны и так далее. Почему все это не сработало? Почему очередной удар и успешный удар, судя по всему? Ну вы знаете, они могут... Это то, о чем я говорил уже много раз, что вся вот эта техника, она разрабатывалась по лекалам и подсадачей войны второй половины 20 века. Такого понятия, как противоракетная оборона, у россиян просто нет. Они не имеют никакой возможности что-либо противопоставить высокоточным ракетам залпового огня, которые используют украинской армии. Поэтому они могут стаскивать все, что угодно. Но вдобавок к тому, что мы получили «Хаймарсы», мы получили также антирадарные ракеты, которые позволяют очень успешно осуществлять ликвидацию подобной техники. Собственно, чем мы и занимаемся, подавляем на сегодняшний день комплексы противовоздушной обороны. Была уже информация о том, что одним ударом была уничтожена целая батарея С-300. И, в общем-то, это свидетельствует о том, что россияне пытаются заняться самоуспокоением. На деле это им не очень сильно помогает. И фактически все переправы через Днепр контролируются огнем, контролируются украинскими вооруженными силами. Спасибо большое. Сергей Грабский, полковник запаса, участник миротворческих миссий в Ираке и Косово, был с нами на прямой связи. Кстати, в продолжении нашего эфира будем говорить о тех логистических проблемах, которые сегодня у оккупационных войск Российской Федерации уже возникли. Оставайтесь с нами, будет интересно. Продолжение следует...